Я уже дал небольшое интервью сразу после событий в связи с этим Шарлеебдо, терактом и всем чем угодно. Ну там были найдены два брата Шериф и Саид Куаши, которые якобы это все устроили. Как всегда в таких случаях, в машине, в которой они бросились, нашлось аж какое-то удостоверение Саида. Сразу же забрежево чем-то не тем, потому что комиссар, расследовавший нападение на это Шарлеебдо, застрелился в своем кабинете из табельного оружия. Чего бы это? Но это все конспирология, которую можно и вправо вертеть, и влево. В любом случае тут годами придется разбираться. Люди, которые это делали, высокие профессионалы, они же застрелили и комиссара, который понял, что они такие. Давайте подумаем не об этом, а о том, что это собой представляет в целом. Вот смотрите. Ну вот атаковали Всемирный торговый центр, да? И там были обычные люди. Или там взрывали, там, в московском метро взрывать, да? Или там больницы, да? Гораздо больше жертв было, да? И это были люди, с которыми было очень легко солидаризироваться, потому что это были обычные, ни в чем не повинные граждане. Понимаете? Солидаризация с ними не порождала никаких издержек. Теперь есть это Шарли Эбдо. Разумеется, террористические акты против такого дела омерзительные, как и любые террористические акции. Ну представьте себе, я вам просто говорю, что вы вот люди, которые очень не любят ЛБГТ-сообщество. Ну есть такие люди, да? Ну вот у них такая вот, в принципе, человеческая... Ценностная диаграмма, да? Ну ведь, как бы, можно любить и не любить. Никто же не говорит, что их надо там бить, там, или там, терроризировать. Но есть люди, которых не любят. И какой-нибудь террорист, например, там, выдающий себя за исламисты, или любой другой, да? Взял и зверски расправился с несколькими, так сказать, очаровательными представителями ЛБГТ-сообщества. Вы в результате этого сами станете ЛБГТ? Все женщины, возмущенные зверской расправой террористов, или террористов, немедленно превратятся в лесбиянок, а все мужчины в геев? Или в защитников геев и защитников лесбиянок? Или в любителей геев и лесбиянок? Это же безумие, понимаете? Осудить террористов, которые расправились над гражданами с определенной ценностной диаграммой. Это одно. А солидаризироваться с этой диаграммой, потому что террористы плохо повели себя с теми, у кого наличествует такая диаграмма, это бред. Бред, которого еще не было никогда, никогда не было таких парадоксальных солидарностей. Теперь мы все шарли, или теперь мы все геи, теперь мы все лесбиянки, потому что кого-то обидели. Это полный бред. И второе, сама эта диаграмма. Это что такое все? Это весьма специфическая структура, и солидаризируясь с ней, вы идете гораздо дальше, чем в случае, если вы солидаризируетесь с геями и лесбиянками. Или с зоофилами. Или кем угодно еще. Зверские расправились с какими-то совсем нехорошими людьми. Это значит, что с ними надо солидаризироваться? Это люди, с которыми нельзя солидаризироваться. Можно осудить их убийство и расправиться с террористами. Но нельзя с ними солидаризироваться, понимаете? Потому что это смертельно опасно. Солидаризировавшись с ними, а они, так сказать, задевают священные идеалы колоссального количества людей, для которых эти идеалы крайне накалены. Можно сказать, что это самая мощная из накаленных групп во всем человечестве, которая по-настоящему страстно соединена со своим религиозным идеалом. И это ислам. Другие группы также мощны, но не факт, что они так накалены, как сейчас накален ислам. Весь ислам, радикальный или нерадикальный, не важно. Значит, как только вы солидаризировались с этими нехорошими людьми, потому что другие нехорошие люди, еще непонятно кто, оставившие свое удостоверение в машине, чтобы их легче было поймать, и уже убитые, так что они ничего не скажут. Если вы совершили нечто недопустимое с ними, вы же не просто взяли и солидаризировались. Вы должны дальше действовать. Вы действовать должны, правильно? И вот уже господин Михаил Ходорковский, которого я никогда не считал великим политическим мудрецом, на который я все-таки думал, что находится в каких-то рамках. Он предложил всем печатать эти карикатуры. Вы же солидаризировались, а не печатали карикатуры. Теперь в виде солидаризации вы тоже все должны, вот вы, 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 вы все напечатать карикатуры. Вы напечатали карикатуры все вместе, а поскольку еще большой нокаут, то вы их усилили. Что должен делать ислам? Предположим, что весь умеренный ислам, это наши братья в России, да? Весь традиционный ислам, который вопиющим образом отличается от исламизма, при том, что исламизм явно сконструирован Западом для определенных вещей. В том числе и для войны со своим натуральным, органичным, традиционным исламом, который мы бесконечно уважаем. Предположим, что этот весь органичный, традиционный ислам, понимая, что исламисты, его же и уничтожают, а они это делают везде, в Дагестане, в Татарстане, везде. Предположим, что этот органичный, традиционный ислам даже хочет сказать, что не надо по этому поводу, что-то там европейцы с ума сошли, это безумие продлится недолго, не надо против них выступать. Но у них же есть ума, сообщество. Сообщество не позволит осуществлять эти карикатуры. Оно все накалено. Значит, если умеренная часть не осудит это, это перейдет к осуждению, осуществят радикалы, которые с огромным удовольствием это сделают, для того, чтобы еще и вырезать умеренный ислам. Как суфийский, так и обычный, традиционалистский. Значит, ответ будет еще более мощным. На него должен последовать новый ответ. Нет, нельзя бесконечные карикатуры создавать. Значит, нужны чистки, депортации, новая Европа. И что происходит? Что вот это Шарли Эбдо, это суперлибералы. Кстати, уцелевшие говорят, все те скоты, которые выходят нас поддерживать, это просто нечто неописуемое. А к ним подгребают нелибералы, тире, исламофобы. Когда дело дойдет до чисток, кто будет чистить? Специфические, субтильные, это сказать, прямые поклонники однозначной Шарли Эбдо или вот те, кто к ним присоединились. Но ведь другие присоединились к исламу и сказали, нет, мы с этими вот Шарли Эбдо не пойдем, да? Значит, радикальная часть как бы националистов, как бы она присоединилась к исламу. А другая часть тех же националистов присоединилась к либералам. Теперь удары по исламу осуществляет вот эта часть, а эта не будет ничего отставить. Рано или поздно здесь произойдет глубочайшая конвергенция, при которой это все вылетит, и не оно одно. Но это рыводетствующая буря, так называемая, после которой форматируется-то нечто совсем другое. И вы вдумайтесь, никогда, какие бы ни были таракты, а что такое этот таракт перед другими? Никто этих мизингов не проводил, никто. И одно дело солидаризироваться, повторяю, с жертвами в метро, или с жертвами в Беслана, или с жертвами в Всемирном торговом центре, абсолютно нейтральными людьми. А другое дело солидаризироваться Шарли Эбдо. Там даже с нейтральными людьми не солидаризировались. Даже с нейтральными людьми не было вот этой солидарности, выявленной митинговой. Все это запретили, потому что знали, что будет ответ. Что же теперь случилось с миром? Кому с такой яростностью нужно это переформатирование? Я даже не могу сказать, что это переформатирование существующей сейчас России так уж не выгодно. Это опять конфликт цивилизаций. Конфликт цивилизаций – это рост цен на нефть и все остальное. И если мы удержим мир с нашими братьями здесь, исламскими, живущими на данной территории, то пусть они там снова устраивают свой конфликт цивилизаций. Но рано или поздно он же докатится и до нас. Тут тоже нельзя питать иллюзией. Но вдумайтесь, какой масштабный процесс, сколь бы при этом искренне не выразить сочувствие семьям погибших, любым людям, которые являются жертвами террористов. Но нужно понять, что процесс никакой, а реакция в тысячи раз больше, чем когда бы то ни было. Абсолютно качественно новая. Значит, речь идет о переустройстве мира. Об этом, а не о том, как жалко убитых корреспондентов. С их, повторяю, суперсомнительной полицией. И вот тут все это вместе не может не ставить на повестку дня вновь и вновь вопрос о том, что Запад хочет стать совсем другим. И одновременно он приговорил Россию. Россия придется столкнуться с фашистским Западом. Она в него не войдет. Она приговорена. И это слово «приговорена» имеет очень много смыслов. Оно влечет за собой очень много. Потому что если мы понимаем, какой враг на нас подымается, и что этот враг с собой несет, мы соберемся. Возьмем голову в руки. Перестанем слушать болтливо тупых и бессмысленных блогеров. Сами эти блогеры на дне своего испорченного нутра найдут что-нибудь человеческое. А я приключение прочту лишь выступление моего давнего оппонента, господина Сванинза, на Эйхе Москвы, 11 января. Послушайте это и оцените, что происходит. Каким ускорением процессов в сквернах пахнет. Итак, Николай Сванинза, выбор. Несколько десятков государственных лидеров, в том числе исламских, участвуют в Парижском марше. Объединенный Запад, а это не география, а мировоззрение и образ жизни, разбуженный Крымом и Донбассом, вы меня слышите? Сейчас окончательно протер глаза и проснулся. Так как понял, на сей раз ему брошен исторический цивилизационный вызов. Мир определяется так, говорит Сванинза. Или я шарли, то есть за защищенную свободу, или убивать, конечно, плохо, но, что означает фактическое оправдание террора и репрессий. Мир определяется так, как хочет господин Сванинза. Или я шарли, или убивать, конечно, плохо, но. Это означает фактическое оправдание террора и репрессий. Значит, если мы говорим, что убийство этих журналистов возмутительно, но это вовсе не значит, что мы должны идентифицироваться с шарли. И если мы говорим, что убийство ЛБГТ отвратительно, но мы поэтому не меняем свою обычную ориентацию на другую, то мы что делаем? Мы капитулируем перед террором и репрессиями, мои хорошие. Мир становится в значительной степени биполярным. Надо же? И один из полюсов – это шарли. И России приходится сделать выбор. Или-или. Это уникальный шанс вернуться в европейскую семью. Понятно, да? Вот я показывал здесь. Вот. Ради бога. Используйте. Скажите все. Давайте все превратимся в ЛБГТ. Только бы вернуться сюда. Только бы опять вот сюда. Ведь с террористами нельзя. Но против террористов, значит, вместе с Западом, а это противоречит всей стратегии российской власти и настрою российского общества, который этой властью и организован. Как сдержанность официальной реакции на теракт, так и тот факт, что в Париже нас представляет не Путин, а Лавров, свидетельствует о том, что Москва свой выбор не сделала и сделать пока не готова. А надо что-то комментировать? Ведь все сказано. И в этом сказанном заложено зловещее содержание, противостоять которому можно только, напрягая одновременно страсть, мысль и волю. не напряжем все это сейчас, окажемся не в Шарли, а в Аду. Напряжем? Будущее за Россией, которое не с Шарли и не с террористами, а с восходящим человечеством, которое она ведет за собой. И в этом единственный выход из вот этого включения. сейчас или никогда неопределенность длить нельзя, а прервав ее и сказав, повторяю, что мы не с террористами, которые нам омерзительны, и не с Шарлизмом, от которого нас тошнит, а с восходящим человечеством, мы обретем и идею, и стойкость, и победительность. До встречи в СССР.